Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я вам покажу свою тренировку на бицепс и трицепс. По всем законам, которые нам рассказал, показал, объяснил Виктор Николаевич Силуянов. Продолжение следует... Это даст вам огромный толчок в прокачке тех мышц, тех мышечных групп, которые вы будете тренировать. Напомню, такие малые мышечные группы, как дельты, как руки и даже грудные мышцы. Я сделал два всего рабочих подходика на небольшое количество повторений. Просто, чтобы не сильно убить свои ноги, потому что будет на них еще отдельная тренировка. Естественно, друзья, вначале я сделал разминку общую, покрутил педали. И, как вы знаете, обязательно, всегда, какая бы тренировка ни была, мы делаем экстензии спины в начале тренировки. И входят они в общую разминку. Не путайте с гиперэкстензиями, которые мы делаем в конце тренировки. Ну что же, теперь нужно размять наши локтевые суставы. Лучше всего для этого подходят разгибания в кроссовере, разгибания на блоке. Делаем 4-5 разминочно-подводящих подходика и выставляем хороший рабочий вес. Работаем примерно так, чтобы отказ наступил между 30 и 40 секундами под нагрузкой. У каждого это будет индивидуально. Должно быть острое ощущение напряжения в мышцах, кто бы что ни говорил. И из-за этого, из-за утомления, вы должны перестать технически грамотно мочь выполнять движения. Вот это будет правильный отказ. Отдыхаем и идем делать бицепс. Сегодня на бицепс я выбрал подъем штанги у стены. С недавних пор это стало одно из моих любимейших упражнений на бицепс. Попробуйте и вы сами поймете почему. То же самое 4-5 разминочно-подводящих подходика. Напоминаю для тех, кто забыл или не знал, что разминка это разминка. И нам необходимо делать в ней 5-6 максимум повторений, чтобы не устать. Чтобы подойти к своему рабочему весу максимально разогретым, но не уставшим. Выставляем, точнее берем штангу необходимого веса и работаем. То же самое, соблюдая все те же условия. Нам необходимо довести себя до острого ощущения жжения в работающей мышце, то есть в бицепсе. И получить отказ между 30 и 40 секундами под нагрузкой. Затем, друзья, мы с вами отдыхаем. Минимум 2 минуты, минимум. А можно и все 10 минут. Это между рабочими подходами на одну мышечную группу. В идеале получается как? Сделали трицепс, отдохнули. Примерно на 5-й минуте поработали. На бицепс отдохнули. И на 10-й минуте снова делаем трицепс. Вот так выполняем до 9 рабочих подходов. И не обязательно, как я сегодня, делать всего одно упражнение в 9 подходах на трицепс. И то же самое для бицепса. Вы можете выбрать, к примеру, два упражнения. В одном сделать 4 рабочих подхода, в другом 5. Либо выбрать три разных упражнения. И сделать три. Три и три. Но мне больше нравится работать именно в одном упражнении. Особенно это будет полезно тем, кто до сих пор верит в различные мифы о том, что разное упражнение грузит ту или иную часть мышцы. К примеру, если говорить о бицепсе, вверх или вниз, внешнюю или внутреннюю головку. Все это чушь, друзья. То же самое относится и к трицепсу. И бицепс, и трицепс. Несмотря на то, что имеют один две головки, другой три, все, если мы говорим о трицепсе, три головки соединяются в одно общее сухожилие. То же самое и у бицепса. И поэтому, какое бы упражнение вы не выбрали, всегда для бицепса будет работать две головки, а для трицепса будут работать три головки. В этот же день я еще прокачал голень. Вы можете выбрать любое упражнение. Или подъемы на носки стоя, или подъемы на носки сидя. В зависимости от того, как вы строите свой график. Когда я выполняю приседания, я предпочитаю делать подъемы на носки сидя. После этого, друзья, я делаю гиперэкстензии. Да, обязательно делаем гиперэкстензии. 3-5 рабочих подходиков и можно сделать мою гимнастику, которую вы все уже прекрасно знаете. Которая помогла уже не одной тысяче человек. Не только издавиться от боли, но и вернуться к серьезным тренировкам. И приседать, и тянуть. Почитайте комментарии под видео, под статьями. Вы будете удивлены и шокированы, какое огромное количество людей пишет мне благодарности за эту систему. И я сам, хороший пример, я снова тяну и приседаю за 200. Хотя боли были такие, и врачи лечили меня, лечили 3 года, да не вылечили. Занимка, друзья, очень важна. Я предпочитаю гулять по улице. Вечером после тренировки, вместо того, чтобы ходить по беговой дорожке, или где я предпочитаю походить по таким вот узеньким аллеям. Это, кстати, у нас аутлеты. Вечерком здесь обычно всегда мало народу. Ну так, уютно, красиво. И хорошая заминка получается после тренировки. Вы можете делать заминку в любом кардиотренажере. Важно понять, что это заминка. Вы должны потихонечку, потихонечку двигаться. Дыхание у вас не должно затрудняться. Наоборот, вы должны как бы привести все свои системы организма в дотренировочное состояние. Это занимает обычно 10, максимум 15 минут. И можно потянуть работающие мышцы. Зачем нужна растяжка? Растяжка очень, крайне необходима для того, чтобы привести наши с вами мышцы в их естественное состояние. Вернуть им естественную длину. Потому что, если кто-то не знает, под нагрузкой любая мышца сокращается. Со временем, если их не растягивать, мышца укорачивается. И в последующем, любая нагрузка, даже та, к которой вы привыкли, обычная ваша нагрузка, может привести к очень серьезной травме. Вплоть до отрыва сухожилия от кости. Вам это не нужно. Никому из нас это не нужно. Друзья, попробуйте данную тренировку. Обязательно, после того, как вы попробуете, отпишитесь в комментариях, какие у вас ощущения. Как вы прочувствовали, нравится ли вам выполнять именно в таком режиме, который я вам рассказал. Также можно делать следующим образом. Сделать подходе к приседанию. Затем сделать рабочий подход на трицепс. Затем на бицепс. И перед тем, как возвращаться снова к трицепсу, можно еще раз сделать приседание. То есть, по сути, вы можете прокачивать и ноги в этот день. Но тогда у вас удлинится время тренировки и время восстановления. Но, поверьте, такой режим тоже имеет место быть. И для многих, для многих тренирующихся натурально, возможно, он будет единственно правильным путем, который приведет вас к действительно большим и сильным рукам. И бицепсу, и трицепсу. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги. Отдельно для мужчин, отдельно для девушек. О всех тонкостях тренинга, питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку, и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.